В спектакле участвовали только дети из школы искусств классика. Перед началом сказочного действа каждый из них захотел рассказать о своей полюбившейся роли. Мне эта роль нравится, потому что Чаполина, мальчик, очень такой жизнерадостный, веселый, рэп еще читает. Я сама выбрала эту роль, я сама захотела. Мне хотели дать роль Редисочкина, я отказалась. Мне нравится играть эту роль, она очень хорошая. Мне кажется, что цеременемейстер, несмотря на то, что я играю роль противоположного мне пола, очень достойная роль. И я веду весь концерт, и мне очень нравится играть мужские роли. Мне нравится эта роль. Чаполоний такой немножко заводной, веселый. Сказку итальянского писателя Джани Радари «Приключения Чаполина» знает не одно поколение детей. Многие юные актеры мечтают сыграть роль мальчика Луковки. Ребята из школы искусств классика, которым от 9 до 12 лет, выходили на сцену перед такой большой аудиторией всего второй раз. Как признаются артисты, эта постановка увлекла их забавными и смелыми поступками героев сказки – Чаполина и его друзей овощей и фруктов. На сцене юные артисты сумели раскрыть свои творческие способности. Веселенькое время нынче на дворе, но нет, где веселиться, наше тесторе. В квартирках и городах, где по пляжу славит, а где-то там негде, я буду упасть. С утра уйдите зубы и твердим урок, родители хотят, чтобы вы с этим не встали. В зрительном зале был настоящий аншлаг, ведь на премьеру пригласили всех желающих. Постановке не обошлось и без волшебства в исполнении юных актеров. Ну а то, что спектакль прошел на высоком уровне – большая заслуга педагогов школы. Здесь много музыки, это мюзикл. Они и танцуют, они и поют. Писали специальные арии, разучивали. Поэтому это такой опыт для них очень важный. И они молодцы, они очень азартные, им все это нравится. И даже если кто-то чего-то побаивается, он виду не показывает. Зрители попали в настоящую сказку. Видно было, насколько они увлечены игрой юных талантов. В зале не смолкали аплодисменты. Этот творческий вечер объединил и детей, и родителей, и педагогов. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Один Соло».